Это не первая встреча главы города с представительной делегацией из Беларуси. В Минске Анатолий Пахомов был с презентацией возможностей курортного Сочи и собирается туда вновь. Нашему городу нужна продукция минских автозаводов. На сегодняшней встрече прошла презентация белорусских электробусов. Предприятие города Минска Белкоммунмаш, которое специализируется на производстве электротранспорта для городов, общественного электротранспорта, разработала новую линейку транспорта электробусы. Сейчас выпускается два автобуса. Один вместимостью 90 пассажиров, другой 150. Это экологически чистый транспорт, новый современный дизайн, уровень комфорта высокий. Но чтобы закупить такие автобусы для Сочи, нужно их сначала испытать в нашей местности, которая отличается горным рельефом, говорит Анатолий Пахомов. А вот гостей из Беларуси Сочи готов принимать круглый год. Туризм для нашего города является стержнем экономики, все остальные отрасли они вспомогательные. Но мы гордо говорим о том, что круглый год у нас работает курорт, круглый год у нас работает вся отрасль и все вспомогательные отрасли. Потому что средняя загрузка 78% по году. 88% мы имеем загрузку летом, иногда она доходит до 90%. Рассказал глава города о сочинской системе образования, о строительстве школы социальной поддержки учителей. Министр образования Беларуси сразу же предложил идеи сотрудничества. Например, подписание соглашений между вузами, которые готовят специалистов в области туризма, или обмен талантливыми, или одаренными детьми. Юных сочинцев пригласили в национальный образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». По словам Игоря Карпенко, предложений совместного сотрудничества для молодежи достаточно много. У нас была неплохая традиция сотрудничества с Краснодарским краем в области студенческих отрядов. Наши студенты из Беларуси приезжали в Краснодарский край на уборку овощей и фруктов. И была практика студенческих педагогических отрядов, которые работали в детских летних оздоровительных лагерях в Краснодарском крае. Я думаю, что можно было бы восстановить эту неплохую традицию. Сочи для белорусов ассоциируется с громкой для их страны победой в зимних Олимпийских играх 2014 года, когда самая титулованная спортсменка Беларуси биатлонистка Дарья Домбрачева завоевала третье золото и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Об этом сегодня вспомнили в Сочинском музее Олимпийской славы, куда глава города пригласил гостей. А Игорь Карпенко загорелся идеей тоже создать у себя в республике музей, но уже на тему участия белорусских студентов во всемирных фестивалях молодежи и студентов, один из которых проходит в эти дни в Сочи.